Обычно, когда мы говорим про гарнир к какому-нибудь мясу, неважно там к стейку, к колбаскам, то у нас на самом деле не очень большой ассортимент. Ну, например, ты делаешь стейк и жаришь либо овощи, какая-то спаржа, если это свининка, то хорошо заходит рис, если это какие-то колбаски, то жареная картошка, вот греча, пшено, перловка, но это уже каши. Ну, такое себе, короче. Сейчас я постараюсь сделать ультовый офигительный гарнир, который полу гарнир, полу даже соус. Мы попытаемся скрестить картофельное пюре и моцареллу, то есть сыр, создав не просто картошку, присыпанную сыром, а что-то типа абсолютно соединенного эмульгированного соуса. Да, кстати, у меня тут на даче построили домик для сестры, она сейчас снимает и ее детей, и очень было бы неплохо облицевать вот эту вот ванну чудесным каким-нибудь кафелем. В принципе, у меня батя может этим заняться, он мастер на все руки, но он мне нужен для постройки печи для пиццы на соседнем участке. Я бы, конечно, мог и сам все облицевать, но кому я вру, у меня руки с жопой. И кажется, ситуация мрачная, если бы не было приложения Профиру. Стройка, ремонт, репетиторы, починить кран, постричь собаку, любого профессионала можно найти. И вы скажете, ага, буду я еще приглашать какого-то шляпника. Это логично. Но на Профиру есть отзывы и рейтинги, ты точно знаешь, кто, когда и почем что сделает. Внизу оставляю ссылочку, по которой вы можете посмотреть, какие специалисты есть на Профиру. Пускай вот этот положит нам плитку, у него отзывы хорошие. Окей. Начинаем, как всегда, с картохи. Я никогда не экономлю на картохе, я беру крупную, потому что ее легко чистить. Ну и, собственно, тут достаточно чистая она. Народ, самое крупное достижение кухонного человечества. Это, короче, такая штуковина, которая называется измельчитель мусора. У меня здесь на съемной хате он есть. То есть ты просто берешь, вот так вот нажимаешь. Это типа не реклама, я не знаю даже, какой он фирмы. Ты типа нажимаешь, и у тебя вся вот эта вот шляпа, которую ты счищаешь очистки, всякая фигня, она просто перемалывается в кашу и утекает сама. У меня получилась практически вот такая идеальная инстаграммная картоха. Без всяких жуков, червяков. Просто великолепная. Я разрежу их пополам, просто чтобы быстрее она сварилась. Нам же все-таки пюрешка нужна. Вот так вот. Кидаем в холодную воду, доводим до кипения. Вы все это знаете. Как только она там ножом или зубочисткой нормально протыкается, значит, что готова. Столовая ложечка соли. Эй, вот сюда все это дело идет. Оно само себя перемешает, пока кипит. Ноль вопросов. Отлично. Теперь нам нужна моцарелла. Ну, пока закипает картоха, натрем ее. Смотрите, не та моцарелла, которая в подливке идет. Не та, которая в сыворотке плавает совсем-совсем ультрасочная. Не эта моцарелла, а обычная, которая идет вот таким обычным шаром. Я думаю, что натирать сыры, это дело не хитрое. Можно натереть, можно просто порезать кусочками. Да, кстати, возможно, кто-то думает, что это типа мой рецепт, который я придумал. Нет, большинство рецептов я беру просто из инстаграмов, из интернета. Я подписан на кучу каналов. Я подписан на инстаграме на кучу разных инстаграмных рецептных, короче, аккаунтов. По-моему, этот рецепт я взял с канала «Что-то готовит кошка» или что-то такое, «Кукинг Кэт» или что-то такое. Но тема в том, что я все время добавляю что-то от себя, как, по моему мнению, будет вкуснее. Я обожаю добавлять в пюре печеный чеснок. Смотрите, как запечь его быстро. Огонь. Кастрюлька достаточно такая глубокая. Добавляем пару-тройку сантиметров масла, если вам масла не жалко. Счищаем с него вот так вот внешний слой шелухи, но оставляем внутренний. То есть он нужен не совсем фритюрный такой, а именно под запеченный. То есть вот такие вот головки. И кидаем. Вот так. И вот так. Задача, чтобы чесночинки вот так немножечко бурлили, минут где-то 20. Тогда они будут не супер ужаренные, но такие масляно-подзапеченные. Вот чесночок спустя 15 минут. Вот так вот. Зубчики выпадают сами. Конечно, можно просто его завернуть в фольгу и отправить в духовку. Но вот он в маслице как-то немножко по-другому пропекается. Не знаю, смотрите, я даже ничего не чищу. Я просто беру, отрываю шелуху, и у меня остаются зубчики печеного чеснока. Так, картох протыкается довольно-таки легко. У нас не вареная картошка, мы делаем пюре, поэтому пофиг как ее тыкать. Все, протыкается легко, значит можно ее отбрасывать. В принципе, теперь можно просто месить пюре пюредавкой. Но в идеале, чтобы там вообще не было никаких кусочков картофеля целых, протереть ее через сито, если вам не лень этим заниматься. Я в сито положу сначала чеснок. И сверху на него картоху. И, собственно, просто продавливаем. Вот так, через сито, и картоха выползает с другой стороны. Однако, если у вас пюредавки нет, и если у вас нет сито, предположим, дома, то открываю лайфхак. Запихиваем все это в блендер, заливаем сливками, и через 3 секунды у вас офигенное пюре. Ну, возможно, оно не будет такое супер-мега-воздушным. Но, типа, нам в этом случае не нужно, чтобы оно было мега-воздушным. Это все равно у нас полупюре будет полусоус. Теперь нашу супер-кремовую, отваливайся, блин, пюреху. Кстати, зацените, насколько она кремовая. Прям вот паста вот такая. Ставим на микро-микро огонь, добавляем кусок сливочного масла, солим по вкусу, само собой. Перчим по вкусу, само собой. Перемешиваем все это дело и плавно-плавно на микро-газу добавляем моцареллу. Сливочное масло. Пюре. И по чуть-чуть, вот так, одну горсточку замешиваем. Постоянно мешаем, чтобы не подгорело. Консистенция, друзья мои, должна через 5 минут быть примерно вот такой. Ну а на что добавлять нашу сырную пюреху, здесь придумать очень легко. Любое мясо, колбаски, сосиски. У нас, например, есть вот такой вот, а, небольшой стейк. Маленький, блин, тоненький, но пусть будет. Не люблю тоненькие стейки, потому что тяжело прожарку задать нужно. Вот почему я говорю, что не очень уважаю тоненькие стейки. Вроде прожарка норм, но передержана немножко и не столько там, как бы, сочности, сколько хотелось бы. Понимаете, о чем я? Ну, в целом норм, такой магазинный стейчишечка. Вот. Вот, реально, эта моцарелла, она делает офигенно тянущуюся пюреху. Супер нежно. Я не могу сказать, соус это или гарнир. Это немножко печеный чеснок. В том рецепте, который я подбрил, там не было печеного чеснока. Добавляйте. Аромат печеного чеснока, это офигенно. Ну и кусочек стейка. Неплохой стейк. Нормальный. Ну, конечно, к стейкам-то я привык. А вот это вот мега пюреха сырное. Это нечто. Не знаю, берите на заметку. Здесь у вас, предположим, есть ресторан. Вот сырное картош, сырное пюре. И оно же долго стоит, то есть его можно и заморозить, потом опять разогреть. Сыр опять растает. Очень вкусно. Народ, в принципе, я без зазрения совести добавляю этот рецепт в золотой пантеон. Наш плейлист, где находятся рецепты, которые для своего труда офигенно вкусные. То есть, понятно, что можно добавить лобстеров с черной икрой и золотой пантеон. Но туда добавляются рецепты, которые ты можешь купить этот стейк в магазине. И ты можешь купить картошку и вот эту моцареллу просто в магазине. Там Пятерочка, Дикси, Карусель, Ошан, Окей, что угодно. И это очень вкусно за свои затраты. И необычно. Короче, очень советую. Сейчас, то есть, я как бы это реально сейчас поставлю в холодильничек. Я думаю, что за пару дней я эту сырную пюреху просто смету. А с вами был славный дружиобломов. Кушайте много, кушайте вкусно. И огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok